В его творческой копилке создание уникального панно на здании Волжской ГЭС и витражей местного Дворца культуры. 85-летие отмечает художник-монументалист Николай Бароха. Его работы сегодня украшают не только Волжский, но и Волгоград, Элисту. С юбилеем мастеров в городской выставочный зал пришли поздравить представители власти, коллеги по цеху, друзья. Продолжит Екатерина Караваева. После окончания художественного училища в Ленинграде Николай Бароха по распределению попал в Волжский, где сразу активно включился в работу по украшению молодого города. Одни из самых ярких произведений барохи – панно на эстакаде ГЭС, оформление бассейна центрального стадиона, монумент к 25-летию Волжского на площади труда. Сам юбиляр неохотно рассказывает о своих заслугах прессе, а главный творческий план на будущее. По словам Николая Федоровича, это заслуженный отдых от многолетних трудов. Угасло желание, что ли, вот так вот. Да, представляете, представляете, что рано или поздно это должно было быть. Не верю. Конечно. А все же. Вы же никак же, понимаете, я же постоянно не могу. На персональной выставке, посвященной юбиляру, были собраны ранние произведения и самые свежие работы художника. Мозаика, роспись, фреска, рельефная картина и чеканка. Талант Николая Барохи широк и многогранен. Я все для себя хотела определить, чем же для меня художник Бароха отличается от художника-мастера. Я думаю, у хорошего художника можно научиться, ну, какому-то художественному мастерству, исполнению. А у мастера, как у вас, хочется учиться жизни, Николай Федорович. Вот такому необыкновенному восприятию, азарту в жизни. Поздравила юбиляра и вице-мэр Раиса Фискина. От имени главы города она вручила ему благодарственное письмо. А еще слова поздравления в честь Николая Барохи произносили работники культуры, коллеги-художники, а также те, кто знает и ценит юбиляра, как просто замечательного человека. Добрейшей души человек. Отличный товарищ. Ну, кроме хороших слов, сказать больше нечего. В праздничный день юбиляру преподнесли огромное количество живых цветов. Также памятным подарком стали песенные номера в исполнении народных коллективов. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!